С 1 августа в Государственной кадровой службе начнет работать новая автоматизированная система отбора кадров на Государственную и Муниципальную службы. Об этом в ходе онлайн-совещания с главой государства сообщил исполняющий обязанности директора Государственной кадровой службы Бакытбек Сагенбаев. Также, по его словам, изменился и принцип системы отбора кадров Государственной и Муниципальной организации. Туда будет направляться только один кандидат, набравший наибольшее количество баллов. Подробнее в репортаже Айтол Консулпоевой. Теперь система конкурсного отбора специалистов в кадровой службе усовершенствована. В скором времени в ведомстве начнет работать автоматизированный механизм, который интегрирован со многими подразделениями службы. Госорганы и органы местного самоуправления смогут оставлять свои заявки на прием кадров через электронное единое окно. Никакого человеческого фактора. Система выбора специалистов полностью модернизирована. Это большая система, которая состоит из нескольких модулей. И в каких-то модулях работают кадровики, в каких-то модулях работают другие подразделения. А вообще это единая система будет. И модуль тестирования, он интегрирован в эту систему. Это будет очень удобная система, потому что получается, что кадровики работают с одной системой. Из этой же системы формируется заявка на тестирование. И в этой же системе проводится тестирование. То есть все данные, они взаимосвязаны. Новая система конкурсного отбора специалистов уже протестирована. Работники кадровой службы вовсю готовятся к ее запуску. О новшествах, вводимых в работу, исполняющей обязанности директора кадровой службы, рассказал и главе государства в ходе онлайн-совещания. Он проинформировал президента о том, что электронная система отбора кадров на гос- и муниципальные службы начнет работать уже с 1 августа. В целях повышения прозрачности процесса выбора претендентов и снижения факторов субъективного характера все этапы подбора кандидатов, начиная с подачи заявки, максимально цифровизированы. Изменения коснулись и системы отбора кадров. В государственные и муниципальные органы теперь будет направляться только один претендент, который набрал наибольшее количество баллов. Также в один из этапов конкурса введена дополнительная ступень тестирования для выявления профессионально важных качеств и способностей специалиста. «Если раньше в конкурсную комиссию направлялись кандидаты, прошедшие 50-процентный порог тестирования, то сегодня будет рекомендован только один претендент, набравший самый высокий балл». Глава государства поддержал внедренные изменения в систему отбора кадров и отметил, что за данной работой нужно установить надлежащий контроль. «Необходимо проводить прозрачный и открытый конкурсный отбор, чтобы молодые кадры не сомневались в его результатах. Политика привлечения молодежи в ряды государственных и муниципальных служащих придают дополнительный импульс развитию различных отраслей страны», сказал глава государства. «Да, на замещение вакантных должностей в среднем только на одно место претендуют 4, а то и 5 кандидатов в отдельных случаях до 20». «Будущее государства заключается в молодежи. Все упирается в кадры. Чем более профессиональный специалист займет вакантную должность, тем быстрее будут проводиться реформы и развиваться государства. Поэтому роль кадровой службы здесь очень важна», подытожил Соромба Джеймбеков.